Теперь, значит, у вас есть работа, это сила, сила F, сила, умноженная на путь. Но люди подумали, вот чаще всего они делают такую работу, они берут и поднимают что-то наверх. И они захотели, вот для предмета поднятого наверх, вот у вас есть здесь телевизор, который стоит на втором этаже, на высоте 5 метров. Телевизор на второй этаж поднят. Они хотят узнать все время, вот какая работа вот этого телевизора, который на втором этаже стоит, какая вот вообще потенциальная работа, которая нужна для того, чтобы, ну, которая в нем сохранена. То есть, если бы телевизор у меня вдруг упал на землю, какую работу мне нужно делать для того, чтобы поднять его назад опять? Конечно, я не знаю, кому нужен разбитый телевизор, но там на земле у меня вата лежит, да, и он не разбился. Какую работу мне нужно будет опять прилагать? Ну, какую работу тебе нужно будет опять прилагать? Это сила, с которой ты будешь ее поднимать, умноженная на путь. Но путь, мы сразу же перепишем, это высота. Обозначу буквой Х. А сила, которую ты будешь использовать, это сила гравитации. Да, ведь нам нужно преодолеть силу гравитации для того, чтобы поднять телевизор вверх. Поэтому каждый момент мы будем преодолевать силу гравитации. Да, сила гравитации действует вниз. И мы точно такую же силу будем прилагать вверх для того, чтобы преодолеть эту силу гравитации. Да, поэтому, в принципе, сила, которая нам нужна, это сила гравитации. Чему равна сила гравитации? М, Г. И вот такую величину М умножить на Г умножить на Х. То есть, в принципе, это работа для того, чтобы поднять что-то наверх. Люди придумали называть специальным названием потенциальная энергия. То есть, энергия, которая есть у предмета и которая может высвободиться, если он упадет. Да, потенциальная энергия имеет смысл только относительно чего-то. Да, если у вас вдруг, например, оказалось так, что земля под домом поднялась. Ну, случилось там что-то. Земля под домом поднялась. И расстояние стало всего лишь 3 метра. Да, теперь потенциальная энергия этого телевизора меньше. Ему меньше лететь, он меньше разобьется. И поэтому потенциальная энергия есть смысл только, когда вы знаете по отношению к чему вы смотрите. К полу, к земле или к чему-то еще. Да, это вот потенциальная энергия. Ну, соответственно, если что-то падает, то у него наверху есть очень много потенциальной энергии. Энергии возможностей. Но к низу, когда он падает, вся потенциальная энергия равна нулю. То есть она уходит куда-то. А вот куда она уходит? Она уходит в кинетическую энергию. Да, потенциальная энергия уходит в кинетическую. Кинетическая энергия. Это энергия движения. И она равна массе умножить на скорость квадрата делить на 2. Ну, короче, формула странная, но главная идея, что кинетическая энергия зависит от массы и от скорости предмета. И получается, что вся энергия, накопленная в высоте, переходит в скорость предмета. Ну, и, соответственно, из двух этих формул, если вы приравняете ее одну к другой, то вы можете найти, например, конечную скорость при падении с какой-то высоты. Это задание я оставляю сделать вам. Вкратце то, что мы проходили. Мы здесь очень глубоко не расписываем, потому что вы это уже слышали по три раза.